Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Шотландию в Сидмерс Цивилизейшн 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всё-таки лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. На этом всё, приятного вам продолжения просмотра. Мне надо в Эре вырасти до 10 и театралку в нем построить. Поэтому давайте я здесь вот болото буду осушать как раз под Магнусом. Блин. К сожалению, что ничего не добавилось вообще. Тут театралка будет очень хорошая. А, во, я уже могу строить. Плюс 4, видите. Дальше. Здесь мне надо построить какое-то чудо, вот на этом холме. Стены построили. Тут была ещё театралка, которая классная. Поэтому вот так, вот. Блоков 7 будет. Дальше здесь идём. У него сейчас войска. Очень далеко будет из тебя. У него весь тейл будет свободен. Артём. Артём. Там вот этот скаут, который у тебя стоит. Рим, давай ты не будешь носить его. Рим, давай ты не будешь носить его. Рим, давай ты не будешь носить его, нет? У тебя есть место. У него выбора нет. Ну, побольше. Может, наверх селиться. Ну, понимаешь, мне тут всё равно нечего делать. Либо это, скажем так, будет поблажь подойдёт. Так, давайте шахты строить. Ну, за счёт того, что я его затянул в войну. Контерфорс открою. Вы можете отыграть активно. Усилиться. Это хорошо. Опа. Ну, а откуда этот варвар вообще взялся? Просто мне сейчас реально нечем, братан. Странно. Сейчас мне до коллег добегает. Так, библиотеку, конечно. Я библиотеки плюс дают. Плюс один дополнительно. Войну, подготовку открою. Ой, не туда, не туда. Мне скаута сюда надо отправлять. И здесь у меня скаут ещё бегает. Блин, мне нужна очень научная ГГшка какая-нибудь. Я тогда вообще тут улечу просто реально. Без научной ГГшки у меня не особо большое прямое. А вот с научными библиотеки построены уже. Тут город атакует нормально вообще. Варвар, судя по всему, без лагеря какой-то. Скаут. Ой. И скаут, как его. Варвар. Там. Короче, брал уже в течение. И тут же его построил обратно. Чайно. Дамбартон. Так. Пока, наверное, никуда не отправляю. Копим послов. Этого сюда давайте. Наверное, пойду отсюда. Воинам. Во, 10 жителей. Отлично. Там, наверное, какой-то блюк с отображением был. Библиотеки плюс одну науку. А, и мгновенная библиотека. Блин, я не там ее. Не там его активировал. Челенью будешь Рапануи забирать? Да. Так уж я в Рапануи не отправлял. Хотя думал. Туда отправить послов. Ммм, Пантерфорс открыли. Мне, на самом деле, в универ надо идти просто. Поэтому давайте через ученичество. Сейчас у меня будет еще один рудник. Следующим ходом даже. Так, а тут госслужбу. А, ой, кто играет? Здесь твои одни, да? Здесь какие? Здесь будет. Че, у меня стоит все еще плюс 50% на поселенцев. Вообще, ну, очень-очень-очень тихо. А вот так лучше? Да, получше. Получше, да. Вистриди играет на малую, да? Да, да. Че ты спрашиваешь? Не, просто. Так, здесь ученичество открыли. Перемещаться после атаки. Блин, тут какой-то остров прямо. Ну, по идее, не должны эти варвары мне грабить. Корованы. Так, сколько стоит строитель? 60 веры. Сколько у нас еще? 9 ходов. Блин, ну что, за золото покупать уже? Блин, 125 дорого. А 60 у меня долго будет еще. Мне нужны строители. И, наверное, надо... Блин, тут еще болото осушить. Ух ты, в Лиссабон отправил. Ну, давайте сюда третьего посадим. И караваны нельзя грабить. На водных клетках, правда. Блин. Тоже не совсем то, что хотелось бы. Вообще, какие-то там, посмотрите, какие-то там квесты у городов-государств. Кабул, торговый путь. Рапануэ, неважно уже. Великий полководец. Пророк. Ни то, ни другое. Ну, Рапануэ заберется. 20 всего лишь защита, это город берется. Да, тут, конечно, я отделен чисто одной клеткой. Чилиник, тебе Рапануэ и караваны отправлял, а ты... Убивать его. Давайте глянем. Добегает ли до Чилиния хоть? Да, добегает до Кале, между прочим. А, он не открыл, правда. Союзы. Чилиник, тебе до Союзов далеко? Ой. Уходов 7, нет. Так, какао надо обрабатывать. Да, блин, янтарь надо обрабатывать. Ну, сначала какао. И янтарем с турком торгую, но турка скоро вынесут. Вперед ногами. Привет, Соку. Здравствуйте. Ну, надо... Блин. Военный лагерь на холме. Дает какие-то бонусы в сравнении с военным лагерем на земле? Нет. Блин, куда это говно бежит? Еще так не догоню никак. Ну, он в этот лагерь, конечно, бежит. Так, тут удаляем. Знаете, поменяю эту карточку с поселенцев пока. Турк, как там у тебя дела? Не так хорошо? Мне надо, конечно, в просвещение идти. У турка столица от воронок сейчас упадет. Не, я их уже убил. Но это было больно. Блин, чилиньо... Сила юнитов 98. И он все равно берет рапанои. Это еще какая-то лажа. 98? Я не знаю, там у тебя два коня, что ли? Так, значит, в просвещение через что? Феодализм 6 ферм. Вряд ли 4 торговых пути, 2 рынка. Вот это надо постараться сделать. То есть мне нужен еще один коммерческий район, как минимум. О, промышленный вот здесь плюс 4. Класс. Ставим. Давайте здесь коммерческий построим. Не хочу я здесь убирать лес, потому что он на кампус влияет. Какие-то кони? Никто не хочет мне денег кинуть? А, кони? Да вообще... Копейщиков строй. Я реально не догоню этого рабочего. Кони по-своему. Я бы реально дал мне к следующим ходам. Ну, а че толку, что наем? О, чикабун. Какого ли? Или ты имеешь в виду, что он легионов, апреля не пойдут с бедом в законник? Да что вы... Что значит легионов, апнет уже легионы, устаревший юнит к этому моменту. Пускай апает. Ну, он защитник городов. Легионов вообще. Легионов и 20. Причем вы говорите, легионы прекрасно подойдут для этих целей. Ну, так пускай он выйдет сам в мечников, апнет одного мечника, и у него будет уже не 15, а 20. Ну, как бы он турок, у него уникальная способность на янычар, как бы нужно было рашить янычар. Там люди... Там можно в эти янычары выйти к 50-му ходу, если их рашить. А янычары аж в порах. Ну, если ты бы их рашил, то мне не шел бы... Если ты понимаешь, куда мне рашить, у меня 10 науки. Четыре. Я уже не успеваю. Так, тут надо вот это все вырубать. Надо... У меня тюрьмы ходов осталось 7. Я хочу все-таки накопить здесь 60 веры, купить за веру. Ну, он на самом деле очень большую ошибку совершил вначале. А потом покупать за деньги, я сейчас не трачу вообще. И территория реально очень печально. Ну, а Stonehenge был реальной ошибкой. Я Stonehenge построил за 4 хода. Так что... Она особая погода не сыграла бы. Там, ну, эфи. Там что, Stonehenge, что... Ты Stonehenge построил за 4 хода и жалуешься? У тебя производство такое. Я вырубил на него камень. Так, может, ты бы лучше вырубил камень на этот... Может быть, ты лучше вырубил бы Рим? Ну, спасили, или да, на войска, и Рим пошел бы забрал. А у меня варвары закручили. У меня поселение в городе сидел в переходах, потому что осаждали варвары. Так я тоже самое. Я бы догнал, кто-то набежал. Платил французский покрытие. У меня сюда тоже был. У меня лагерь сверху, я искал. Я вот, ну, не крестарал сразу. На это польский. Бедный скаут. Бедный Йорик. Офигею. Чилинию. Меньше, меньше ста силы и забрал все равно Рапануе. Ну, понял. Я вообще хотел... Я рабочего строил, чтобы тут вырубить лес и гавань там делать. Боже, он выжил. Валим. Ничего себе. Я прям даже удивлен. Так, все. Пересаживаем Магнуса и Лян. Значит, Магнуса, будь здорова. Магнуса в Данде. Лян. Ну, Лян в Р пока. Видите, не успел я так покупать рабочего. Так, тут объединяем их и идем сюда. Используем. Зарение для случайной технологии. Книга печатана. Неплохо. Так, давайте, наверное... Собственно, в книгопечатание и пойдем. Мне три лучника надо. Один есть. Второй есть. Может построить. Третьего. Один ход. Торговца. Торговца. Блин. Мне вроде как центр коммерции здесь надо... Ладно. Потому что там будет соседство с кампусом. Но я на холме. Тогда здесь вот желательно, наверное, не вырубать ничего. Короче, надо сюда идти для кампуса вырубить. Здесь мы лечимся, стоим. Здесь я привел таки рабочего. Я бы тут оливки обработал. Обработал. Так, мне надо торговать ресурсами, потому что у меня счастье нужно. И не с кем. Просто не с кем торговать, блин. Обработано, обработано, обработано. Ну, вот тут надо убирать... Я, наверное, уберу здесь медь. Вырублю просто. И у меня здесь будет в будущем коммерческий район. Так, ускорил машину строя. Очеренье, Алексей. Где сравнение от Рима? Справа. Спасибо. Турак, а ты, получается, слева у тебя кто-то еще есть? Нет, у меня море. На самом деле, там я. Тут у нас лучник, тогда этого надо сюда везти. Помоги, там что-нибудь, приплыви. Давайте, может, в мечника апоем. О, в легионах, конячки уже все тут. Ну, что, уже смотрю, стены есть там. А, луки у тебя не покатали? Не покатали? Не покатали, где этот лагерь, откуда они насоздавались? Насоздавались. Ну, вот там, дождь, стрел. Ну, что, это не будет никакого больше ИГГшки? Никакой. В Цивии все равно сейчас, как ни крути, с военкой дисбаланс. Ну, как бы, можно старыми юнитами отдэфить новые. Пушками танки дэфаются. Даже современные. Современные танки пушками дэфаются. А ты можешь сейчас войну объявить, челени? Не, с ним дружба. Ой, не челени. Боже, крим. Интересно, зачем-то ему. Ну, пожалуйста. Ну, я подойду сначала. Не, ну, пожалуйста. Ты так понятно. Ну, что, тебе жалко, что ли? Ну, объяви мне войну. У меня ускорение получить. Тебе интереснее будет воевать. Ну, блин. Я подумал, честно. Ну, мы же по-дружески воюем. По-дружески воюем? Ну, по-дружески, так по-дружески. Но нет. Два рынка. Ну, чего ты на бурсу идешь? Что она тебе сделала? Не хочу с там кредитного лагеря. Безобидный город вообще. Абсолютно с тобой согласен. А, не могу атаковать, потому что будем в границах с Гаргаму. Так, у меня уже арбалеты. Если что, я там даже построить нигде не могу. Так, давайте мы после книгопечатания пойдем в картографию. Две гавани, по идее... Должны быть. А может, еще и не будет. Уже тут не будет ГГшки никакой на этом континенте? Еще одной, я имею в виду. Не, не будет. Универ. Так, сколько ходов до конца эпохи? Три. Ну, надо покупать рабочих. На все оставшиеся деньги тоже. Во всех городах. Ну, просто... Скидка на покупку. Да и во всех городах я не смогу. Прямо скажем. Надо ли мне еще где-то города ставить? Место еще есть. Но уже не такие классные, как вот в начале было. Что тут скапливается? Скапливаются какие-то нездоровые личности. Равнина. Холмы. Что тут будем вырубать? Ждем, когда приедет Магнус. Я все-таки здесь буду покупать пока строителей. Так, здесь у нас амфитеатр закончен. Давайте. Караван. Здесь рынок закончен. Где я могу акведук строить здесь, например. Где у меня промышленную площадь? Ладно, давайте здесь строителя построю. Ладно, пока не буду послов тратить. Селкерка надо отправить. Ну, ходов через два. Блин, сколько тут... Понапихивали. Сколько здесь руинок? Это мне надо в каперы выходить и собирать все это. Блин, может мне не рабочих покупать, а оставить деньги на покупку маяка лучше, чтобы вот 4 торговых сортилов... Пожалуйста, 50 монет взаимы. Как их раснашивает в Франции? Да, кидай. А мы с тобой будем союзиться. О! Привет! Наконец-то Маури, здорова. Чё, как сам, как жизнь. Как вообще? Ты, кстати, не в центре карты. Почему не в центре? Ну, потому что ты справа. Да нет, я в центре по отношению вверх-вниз. А не в плане... А, вверх-вниз. Справа. Блин, так ты... Ты знаешь, что у каждого кантра карта центрирована по нему самому? Понимаешь? Ну, нет, когда кругосветку совершаешь, она полностью отображается. Я вообще вверх-вниз. Ну, полностью отображаешь, то и что, разве ты не в центре у себя на карте? Нет. Странно. У меня в центре Рим. Все дороги ведут в Рим. У меня как... Слушай, чилинию, ты там бежишь, там как бы я лагерь Мутузио. Не хотелось бы, чтобы ты его забрал у меня. Своим конем там ты бежишь. А, я думал, просто он там бесхозный. Нет, он не бесхозный. Я бью его. Всячески унижаю, я бы даже сказал. Блин. Так, ну сюда можно не идти, там точно... Блин, ладно, схожу на всякие пожарные. Но я не думаю, что тут может быть какой-то... Какая-то ГГшка вообще. Вообще, надо будет возвращаться в Каравелла Ападса. Если у вас есть деньги лишние, сейчас самое время скинуть... Алексей, я бы реально... Что? Скинул деньги бы Турку. Немножко. Блин, ну мне нужны деньги. Мне есть куда их потратить. Да. Ну хотя бы сто голды-то. Посмотрите, у Турку уже больше военной мощи, чем у меня. Нет, это все бред. Это военная мощь на... Она... Она может отвалиться, да. Хорошо, сколько маяк стоит? Сколько стоит маяк? Скажите мне. Я... Остаток кинул. Мне надо 4 лучника. 240 маяк стоит. Ну, у меня 277, так что... Сорян. Мне маяк важнее, чем Турок, который даже не знаю, где он. А я думал, мы с тобой друзья. Между прочим, как размыслился, все. Нет, я друг с Римом, Алиенорой и Мапуччи. Мапуччи. Да, у Тару. Так, Магнус приехал. Я выбрал монументальность, и этим ходом нифига не... Рабочий не ходит. Ух ты, запретный город, 26 ходов. А че так долго? У меня все зависит. Почему-то. Так, Кведук. Да так, для информации. Промышленная площадь 2. Вот здесь 2. Тогда давайте Акведук, наверное, вот здесь строить. Отложим производство пока. Блин, все в Золотой Век вышли, прикол. Пучей, что за нами. Че он делает? Бонус. Блин, у меня нету священного места. Может, священное место, кстати, построить? Почему нет? Религий-то всего 2. Я подумаю по поводу священного места. Так, забрали лагерь. Торо как-то мне право проход не дашь? Кидай, я не знаю. Да я кинул еще хода 3 назад. У меня не открывалось. На. Одна. Два. О, голосование. Так. Торговые пути... Культурному, Алексей. Я предлагаю... Я тут голосую за Челенью. Про караваны. Про караваны я голосую за Челенью. А тут культурному? Да, я согласен про культурный. А Турка всем выгодна. Ой, Риму выгодно. Риму. Что выгодно Риму, подождите. За Челенью голосовать. Кагырка, я за тебя, если что, голосую. Но мы вряд ли выиграем. 8657, красиво. Мапучий, кстати, тоже неплохо идет по науке, но у него скульптурой плохо. Кидайте. Как тут? Тут я впереди вообще по науке. То есть я первый вышел в образование. Но мне бы... Так, кто-нибудь еще научные города государства где-нибудь находил? Готов купить инфу. Только ФЕС. Ну, Артем, готов купить инфу про ФЕС? Давай, киндай мне денег. Сколько ты хочешь? В смысле, еще. А кроме ФЕСа еще есть? Сколько не жалко. Так, культурный. О, Кагырка прошел, между прочим. А что Челенью не... Не знаю, я все вкинул в Челенью. Да, в Кагырку там больше. А кто-то еще проголосовал за Кагырку? Неизвестный. Все вкинул? Это один голос? То есть, все вкинул? Почему? Четыре? Четыре голоса вкинул. Я один вкинул, типа, но я думал, что пройдет. В смысле, четыре голоса? Мне нарисовал... Во-первых, мне нарисовал, что ты проголосовал за меня. Это Шрим говорит сейчас, да? Да. Мне написано, что ты проголосовал за меня, и ты кинул один голос. Нет, это баг. Я голосовал за Челенью и четыре голоса нажал. Странно. Странный баг. Оракул, жалко. А кто построил? Челенью построил. Вот Оракул бы. В самом деле, здесь был бы очень в тему. Мачу-Пикчу. Великая библиотека. Чеченица. Джибель Баркау. Кромцов, какой союз? Пачешь? Да не успел я что-то... Столько выяснял, кто там за кого проголосовал. Что вообще, по-моему, не походило в этот ход, считайте. Блин, меня убьют сейчас разведчика. Но он, правда, должен был вылечиться. Нет, наверное, меня убьют. Блин, ну... Я вас только... Ммм... О, Мапуча, вот где расселяется. Кто вам, Барри, спрашивает? Рим, спрашиваю. Так, а тут я хотел... Акведук строить. Здесь Акведук, а тут у нас будет... Промышленная зона вот здесь. Так. Продолжаем губернаторов рассаживать в Селкерк. Что, у меня только шесть городов? Раз, два, три, четыре, пять... Блин, смотри, можешь разведчикам куда-нибудь? Да-да, сорян. Легион просто-запросто сносит у него шестьдесят семь, против моих копейщиков двадцать семь. Ну, копейщики против легионов, это ерунда. Да, ты не используй копей... У них плюс десять, против копейщиков. У них что? Луки нужны. Луки, когда прокаченные. Луки, двумя прокаченные. Всадники и рыцари уже. Да, поэтому у него даже его всадники. Пятьдесят два против тридцати пяти. Так, ну что, пора... Слушай, Чилини, так в Союзе ты вышел, нет? А, да, Чилини, прими. Да, вышел. Я кинул тебе Союз. А с Римом не принимай. А, ты уже принял, молодец. Ты ферст нашел? Так, что нам тут строить? Лёш. Нет еще. Лёш тебе метку дал. Ну, увидел, точнее, где-нибудь. Ща, ща, подожди. Я не успеваю... А, метку, не знаю. Да, вижу. Вижу метку, сейчас кину тебе денег. Да не важно. Уже не важно? Не, где-нибудь важно, но успех у меня сейчас в следующем ходе снесет трех копейщиков. Ты очень пессимистично настроен. Если вы мне сейчас... У меня через три хода... Через четыре... Нет, через шесть ходов будет. У меня арбалеты? Вот, арбалеты, арбалеты, прокачанные на два, это все, как бы ему... Ну, прокачанные два арбалета. Да, осталось только прокачать их, да. Да, для чего осталось Апнуса? Они арбалеты плюс 12 против... Ну, против... Ну, против наземных юн... Даже всадники не могут противостоять легиону. Потом нажми эфку там, чтобы вы в укреплении стояли. Так, здесь промышленная зона, вот тут плюс один. Тогда нам надо Акведук, наверное, тут ставить. Значит, производство здесь откладываем. Давайте Аплан, давайте дадим денег. Торок, предложение. Мне еще надо поторговать... Алексей, у участия соседей нет, да? Ты мой сосед. Два предложения, Алексей. Линию... Ой, Мапучи, военный союз прямо? О, Юра, я опоздал на 3 часа. Дайте военный союз турку дайте. О, Юра пришел, Юра, 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 Юра. Да, я очень сильно опоздал. Хочешь, я могу выйти, вместо меня зайдешь? Тут такая интересная партия. Да-да-да, там рвет Артем всех, он как бы... Алексей, от какого из предложений ты отказался? Я тебе два отправлял. Я одну только увидел. Там была торговля ресурсами. Торговля ресурсами. Мне надо, но я думаю, тебе нужнее сейчас, поэтому я как-то решил отказать тебе. Чаление, а как насчет правого прохода? Плюс 5 промышленная зона. Кидай. Так, тут у нас Акведочек ставится. Чапаршинную зону сюда будем. Чикабом, продолжение. В общем, мне надо ресурсами поторговать, конечно. Так, вропануе. А, в Эре. Акведук здесь. Промышленная зона. Странно, тут плюс 2. Дает. Может, тогда лучше тут Акведук, а тут промышленный. Давайте тут промышленную зону сначала строим, а потом Акведук здесь. Так, сделаем. Так, надо с ресурсами посмотреть. 1, 1, 1. Сахар. Народ, а можно одну минуту? Ставьте паузу в начале хода, пожалуйста. Хорошо. Маури, я тебе кинул предложение. Вообще, на последние секунды хода, это как-то некрасиво. Я на стол 30 секунд назад, как бы, ты чего? Нет. А там что, его пилишь? Реально, за 2-3 секунды до конца появилось. Сейчас я приду. Ну, что, может быть, ранее. Там что, его пилишь получали? Да, Рим напал на... Нет, а кто-то еще получается? Маури, он сказал. Нет, Маури, дружная нация. Ты, кстати, второй раз за Маури играешь, тебе прям везет. Да? Артем, да, готов? Да, да, да. На три. Раз, два, три. Так, пойдем, фесмен поставили. Я думаю, нормальный счет будет, а не такое. Ну, это готовность, ты должен быть готов. Он же тоже думал, что нормальный счет будет. Так, что тут варвары пытаются у моих рабочих спинерить? А, только я не услышал три. Я тоже, раз-два и молчок. Я думаю, это шутка. Поэтому стоять. Ааа, сорян. Ну, я сказал раз-два-три. Тогда к Дискорду, конечно, вопрос. Что-то, знаете, мне тут не хочется вырубать на равнинах тропические леса. И, собственно, я не буду этого делать. А куда ты меня перекидываешь, игра? Ну, в общем, я за один ход потерял трех юнитов. Так ты же это предрекал на прошлом ходе. Ну, так... Чему ты удивлен? Я не удивлен, я поражен. Сейчас будет еще три. Но он потерял одного легиона, или не потерял? Нет, не потерял. Ну, я на следующем ходу могу что-то точно потерять, потому что я все апнуть не успею. У тебя везде еще и апы есть. А что это за... Слушай, ну что это за ходы в конце? Так это... В смысле? В смысле? Твой легион пробежал две клетки, и моего лучника атаковал. Уже на чем-то... Если что, подбодрить других, я кинул деньги турку. Может, кто еще? Если мы уже с тобой сыграли на счет, то какая разница? Ну, я дощелкал до юнита еще. Мы поедем. Ну, на счет же. Давайте я буду считать. Давай, только нормально, пожалуйста. Извините. Ну, тут как бы... Издевается, да? Ну, тут как бы да. Пахнет загрузкой сейва. Я тоже согласен сейв забрать. А почему? Ну, потому что он начал говорить, что будет атаковать, ну, типа, что на три. А меня в этот момент проатаковали. Ну, ладно, давайте грузить. Да, Чиреня. Так. Что мы тут построим? Может, театралочку все-таки здесь уже сделаем? Давайте, смена, смена. Мастерская. Ну, я так ощущал, театралку. Я уже и по культуре вперед вышел. Вырубаем. Но эту уже вернем, наверное, сюда. Так, ну что, вы там готовы воевать, нет? Что-то произошло, секунду. Грузятся все. А вы еще грузите? Ну, я загрузился, я готов. Как Артем скажет. Подожди секунду, у меня тут какое-то оповещение зависло на пол, да, не могу убрать его. Мне все эти, все юниты выяснили, что они похожи на, что ты мне опять войну объявил. Да, у меня тоже, это нормально. А вы знали, что французские шапки, они не кавалерия? Это пехотинцы. Ну, да. У меня, короче, юнит куда-то сам ушел. Ну, это, скорее всего... Я, кстати, недавно узнал, я так поделюсь. Ой, боже мой, так, 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 так. Что мы делаем? Насчет? Как только будешь готов, нам кто-нибудь посчитает. А я могу, подожди секунду, я могу другими юнитами ходить, не военными? Или если юнит не двигаться, я могу его поставить в боевую, ну, который там у меня под городом? Военными не ходи, любыми другими, которые там не рядом, что он не может захватить, как хочешь. Ну, если он стоит под самим городом, я ж могу не манипулировать, не на фронт. В смысле? Соперник, кого не видит этот юнит? Я хочу апнуть юнит, он до него никак не достанет. Я могу это сделать? Сделай. А, ты, типа, до счета решил апнуть в рода? Ты ж только что спрашивал, он далеко, ты ничего для него не дотянешь. Ну, че, окей, давайте уже считать. Ну, давайте. Че, линию, давай нормально, просто на счет три. Посчитай, пожалуйста. Че, линия. Че, линия. Давайте я посчитаю. Давай, Дима, потому что вы мой три не слышали почему-то, то есть, видимо, приросли. Давай, мистер Ди, давай, считай. Раз, два, три. Театралочка плюс два. Ну, тут, конечно, я не хочу вырубать, потому что вот это дает моему кампусу. Так, я иду в просвещение. С другой стороны, конечно, в торговую республику хотелось, но просвещение важнее. То есть, чтобы улететь по науке просто. Че, линия, ты тут? Давайте, наверное, универы строить. Я сейчас там фес найду. Уже скоро. Хуан! Походу, ушел. Давайте... Давайте торговца построю. Все губернаторы назначены. И сколько у нас ходов? Ну, мне надо в золотой век опять выходить. Че-то он совсем ушел. Вернулся. Мы его не слышали просто. Все, я бы не пришел с другой сервера зайти, чтобы предлагал. Меня слышали? У меня теперь что-то не слышали. Короче, ход бесконечности, что ли. А, это мы слышали, когда сказал. И все. Ты когда это, например, открытая граница? Так, тут все норм. Вообще, надо мне рабочих побольше сделать на самом деле. Так, вот здесь, наверное, на производство. Еда, производство. Нормально. Тут тоже нормально. Ну, вообще, давайте оставим еда, производство. Пускай так. И здесь, наверное. Все. Семь городов. Ну, мне, наверное, стоит еще построить поселенцев. Кстати, на газгаргаму, наверное, стоит забрать. Тоже, как вариант. Здесь, в этой пустыне, ничего не хочу ставить. Может, мне что-то быстро открыть? Наверное, теологию открыть, чтобы одного посла в Фес. Что у нас по религиям? Еще две. Еще две религии могу. Ну, вот еще одну религию могу оставать. Еще две религии свободны. То есть, в принципе, мне бы религию тоже не помешалось сделать. Кумасе не хочу захватывать. Кумасе я бы хотел союзить. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!